на днях мне в голову пришла очень интересная мысль я считаю что это наконец-то правильное открытие о том почему происходит день и ночь на земле и сменяются зима и лето давайте я вам сейчас расскажу я может быть буду не особо прозрачно говорить потому что это первый мой рассказ об этом явлении но вы попробуйте проникнуться подумать и в конце этого ролика я добавлю тот момент из старого своего фильма который объясняет теорию того что человек является носителем определенного количества электроэнергии излучателем этой энергии как все это собирается и так начну я все-таки с этого но очень коротко человек производит 240 250 ватт электрической энергии и представьте себе такую картину я ее кстати достаточно подробно писал в книге я моя игра там как раз вот эти струи от человека или нити они электромагнитные нити они тянутся туда вверх это условно конечно и человек как марионетка вот на этой нити висит на самом деле это нить та которая связывает того самого человека ну например меня вас с тем самым верхним каким-то условным богом которого не существует естественно но с тем самым верхним эгрегором который собирает наши вот эти нити электромагнитные и потом перегруппировывает полученный сбор определенным образом представьте марионетку куклу у нее есть несколько ниток ну допустим там 10 20 по разному у каждой и тот самый эгрегор сверху условный бог на самом деле человек он себе на пальцы цепляет каждую эту нитку собирают все их 10 штук на 10 своих пальцев и потом начинает играть этими пальцами и в результате тот самый человечек та самая марионетка внизу оживает получается сначала марионетка ему дает связь в виде этой самой нити а потом по этой связи уже пальцем своим тот самый эгрегор бог управляет этой самой марионеткой примерно также мы с вами существуем причем это неплохо и нехорошо это обычная взаимосвязь структуры структурных элементов то есть нас и какой-то самой большой структуры которая является условно каким-то эгрегором или каким-то богом это обычная любая машина автомобиль например там холодильник устроен абсолютно также есть центральный процессор который управляет всей этой конструкции к нему идут связи от каждого блока датчики от каждого блока они выдают какую-то информацию и этот компьютер управляет обсчитывать эту информацию и потом управляет ею через нее всеми этими структурами от которых датчики принесли ту самую информацию я думаю что это все понятно теперь смотрим на эту ситуацию со стороны того самого эгрегора бога вот теперь представьте я этот эгрегор бог у меня получается так что от множества от 8 миллиардов людей идет вот тот самый волосок на котором этот человек ко мне подвязан и я получаю 8 миллиардов сообщений постоянно ежесекундно мол вот я есть вот я есть вот я есть и да я вот вижу что люди действительно 8 миллиардов они все существуют что они в результате этими электрическими своими проводами подключками создают ну я уже сказал что именно этот электрический импульс который они посылают туда вверх через свой провод он в конце концов группируется и возгорается в виде этого самого солнца а дальше что мы можем делать с этим самым солнцем давайте подумаем с точки зрения того самого бога который находится там наверху можно над этим солнцем который сгруппировалась из 8 миллиардов жизней электрических посылов можно делать какие-то экзерсисы опыты и вот одним из этих опытов можно сделать вот что берем кумулятивные порядок голосования многие из вас знают что такое это а другие кто не знает посмотрите и мы можем сформировать перегруппировку этих самых посылов электрических из зоны солнца в зону солнца в другую получается в итоге что вот как китайский этот самый инь-янь мы из одной половины солнца забрали весь электрический свет импульс и перебросили дополнительно в другую сторону этого же самого круга и получилась вот та самая интересная штука то самое летающие над планетой земля солнце по окружности которая там где пролетает освещает территорию а там после своей диагонали там напротив себя она не освещает территорию и получается что из тех же самых возможностей мы сгруппировали совсем другую реальность где есть день сгруппированные в это солнце и где есть ночь откуда забраны те самые лучи и переброшены в область сияющего солнца как реагирует человек в этот момент дело в том что когда человек бодрствует под этим солнцем находится то он воспринимает управление от солнца в большем составе в большем количестве потому что я уже сказал кумулятивно на него перенабравила те самые светоносные управляющие жилки из темной области солнце на этого человека который бодрствует поэтому у него прибавляется энергии и он воспринимает ситуацию как день как бодрствование как производство какой-то физической реальности а те люди чью энергию он этот самый бог воспринял но перенаправил на дневную сторону солнца те люди не получают обратной от него команды от этого солнца и поскольку они не получают они впадают в сон вот поэтому мы ночью спим я думаю что многие из вас это поняли те кто не понял я еще немножко напомню вам примером представьте что человек это такое колесо как бы сама себя раскручивающие но иногда ему надо вот такие давать ушлепочки чтобы она все-таки получала импульс к своему вращению и вот человек в виде этого колеса вращается показывает солнцу что он крутится а солнце должно ему добавлять те самые импульсы и тогда он будет крутится 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 и вот когда солнце там в этой темной части своей половины собирают эту информацию но отдает ее другим в белую половину тогда человек на спящей стороне на темной стороне он отправляет что он крутится но не получает дополнительных пинков и в результате засыпает вот почему человек ночью спит от нем бодрствует можно конечно это было все объяснить бы еще с точки зрения электрической и электронной машины что нужно постоянное обновление памяти и когда ночью вот эти сигналы от солнца не поступают человеку то не происходит обновление памяти и даже то что он видит он в результате не запоминает но это уже такие большие материи сложные материи мы о них поговорим как-нибудь потом теперь теперь вот на этой части то что я вам рассказал мы можем построить еще следующую модель нашего солнца которая заключается уже немножко в другом что весь не дневной теперь мы рассмотрели дневной путь а весь годовой путь солнца можно тоже разделить вот таким кумулятивным голосованием на две половинки абсолютно точно так же только деление будет в другом пространстве на других временных промежутках а так в общем то одно и то же и если солнце берет из определенной зоны в другую свою эту ответную управляющую энергию то в той зоне где солнце больше то есть на юге то есть летом там формируется как раз вот это лето и активность всего там начинают плодиться размножаться люди растения и так далее а в той зоне откуда забрана это управляющая электрическая активность там меньше становится солнце и естественно там все впадает в спячку деревья медведи да и люди тоже и вот что интересно если ночью и днем забрано практически до нуля то есть день максимально яркий а ночь максимально темная то в течение года такого сделать нельзя потому что если вдруг не дай бог зима станет такой же абсолютно темной то там прекратится любая жизнь и уже она не восстановится весной это мы знаем с вами по тем местам которые называются полюсами планеты оттуда солнце забирается полностью на полгода это как бы . такая концентрации забранного и получается что там даже при последующем полгода света жизнь не восполняется никак хотя с другой стороны те территории которые подо льдами которые не зависит от этих температур непосредственно они наоборот тоже богаты всевозможными рачками но они экранированы от того самого солнца у них идет жизнь по другим параметрам то есть ею их жизнью управляет уже не солнце туда не проникают те самые лучи от солнца под тот самый лед там все время темно все время одна и та же температура и там они вертятся живут кружится и размножается в своей вот этой собственной среде которая формируется в виде подлёдной жизни это я к тому что если у нас например астрономы реально верит в то что есть какие-то планеты с какой-то подлёдной водой такой сырой жидкой то тогда может предполагать что там есть действительно жизнь потому что она привязана к своей фазе к своему электричеству к тому какое она генерирует и там мелкая крупная и другая жизнь вполне может существовать проблема только в том что таких планет их не существует земля в космосе одна да и космоса как такового нет об этом я подробно написал в своей книге явление земли там представлена 13 мерная модель нашей планеты очень интересная и я с которыми учеными говорил которые занимаются на эту тему некоторые даже закрытые ученые они поддержали то что я там написал я им отсылал естественно они поддержали сказали что эта модель очень даже интересная поэтому посмотрите и и поизучайте она действительно интересны а я возвращаюсь к этому моменту про который я сказал вам так что если мы считаем что человек привязан к этому солнцу к нашему или какой-то управляющий другой части нашей реальности через свой электрический шланг по которому он отдает свой сигнал по которому он получает обратный сигнал то это примерно то же самое как в акционерном обществе сколько человек туда отдает своих голосов пропорционально владеющих пропорционально владению акции столько получает оттуда из этого акционерного общества дивидендов и голосование дивиденды они напрямую взаимосвязаны также у нас сколько человек электричество отправляет в солнце только он получает управляющие силы в ответ но когда идут вопросы об управлении большими количествами людей тот начинает уже совершенно другие игрушки вступать в строй и тогда уже формирует само солнце свои две половинки день и ночь для того чтобы днем увеличивать активность населения а ночью давать ему поспать точнее то которые население делается более активным ночью она порождает в другом населении процесс сна и половина людей спит половина бодрствует и тогда у нас планета как-то движется вперед и для чего для чего-то это повышенное бодрствование она для чего-то необходимо может быть она дает большую энергию может быть она включает более лучший режим для мозгов а ночью человек делать какие-то другие свои тела движения спит спаривается или может например как вот я допустим люблю ночью писать потому что подключаешься к той самой непосредственной эгрегориальной матрицы напрямую и можешь скачивать оттуда любые любые совершенно данные и они всегда стопроцентно доставят а